Всем привет! Сегодня я буду шить кухонный джинсовый фартук, украшиваю вышивкой в виде бантика, дизайн Натальи Шестаковой, за что ей огромное спасибо. Лежит он у меня давно, я должна была вышить его еще весной, но вот как-то не сложилось. Наконец-то я до него добралась и, скажу вам честно, результатом очень довольна. Надеюсь, видео будет вам полезным. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, а также делитесь видео с друзьями. А мы приступим! Итак, для пошива фартука понадобится ткань основы, у меня это кусок старого джинса, давно лежит неиспользованный. Фартук у меня с отделкой, но, конечно, он может быть и однотонный, это уже как вам нравится. У меня вот такой вот кусочек ХБ ткани для отделки, понадобится сантиметр и некоторые мерки. В принципе, он шьется легко. Скажу честно, у меня 48 размер, поэтому, если вы приблизительно где-то моего размера, можете воспользоваться моими мерками. Можете взять готовую выкройку в интернете, сейчас их очень много, поэтому можете воспользоваться любой. Я сделала вот такую вот картинку, скачала с интернета, чтобы вам показать, что нужно измерить. Нам понадобится обхват талии, он измеряется в самом узком месте. У меня 76 сантиметров, ну, одна вторая, соответственно, это 38 сантиметров. Понадобится длина фартука, она измеряется от талии до желаемой длины. В моем случае длина фартука будет 45 сантиметров. Ну и плюс вниз будут еще и терюш, то есть будет немножко длиннее. Также от линии талии измеряем вверх высота нагрудника. В моем случае высота нагрудника это 27 сантиметров. И измеряем по груди, вверху, какой ширины должен быть нагрудник. Я сделала 22, мне кажется, должно быть вполне нормально. Выкройка в данном случае не понадобится. Можно делать сразу все на ткани. Ткань у меня отрезана неровно, поэтому вверху я провела линию. Сейчас я ее продолжу. Припуски я давать не буду, так как обрабатываться фартук будет косой бейкой. Теперь вот эта линия, это линия верха. Я откладываю длину нагрудника. У меня высота нагрудника 27 сантиметров. Это будет линия талии. Проведу линию. Затем я откладываю длину фартука. В моем случае 45 сантиметров. И так же провожу линию. Дальше откладываю половину обхвата талии. В моем случае это 38 сантиметров. Можно отложить немножко меньше. От кромочки. Я немножко отступила, потому что здесь кромка, она обрежется. 38 сантиметров, я отложу 34. Мне этого хватит. Провожу линию. Это центр фартука. На расстоянии сантиметров 5-7. Я отложу где-то сантиметров 6. От линии талии. Можно провести линию для пришивания кармашка. Если он у вас, конечно, планируется. Можно сделать и без него. Вот где-то на этом уровне будет находиться наш кармашек. Дальше откладываем ширину нагрудника. В моем случае это 22 сантиметра. Мне понадобится половинка. То есть 11. Откладываем от линии центра. 11 сантиметров. И проводим к линии. Чтобы красиво смотрелось, чтобы не было такой квадратный, можно углы закруглить. Сейчас я проведу линию от кромки, которая обрежется. Можно воспользоваться любым лекалом, если оно у вас есть. Можно приложить тарелочку, что-нибудь, что поможет вам провести закругление. Вот так. Или я бы сделала, конечно, больше. Сделаем от руки. Вот. Вот так мне больше нравится. И закруглим уголочек внизу фартука. Можно тоже от руки. Можно воспользоваться лекалом, тарелкой, крышкой. Кому как нравится. Вот здесь можно где-то на сантиметр опустить вот эту линию вниз. Вот так. Надеюсь, вам понятно. Можно закругление сделать больше. Вот здесь можно сделать прям как больше к солнцу или полусолнцу. Вот так вот. Да, в таком варианте мне больше нравится. Я сложила ткань по линии изгиба. То есть по линии центра, которую я рисовала. И теперь можно вырезать. Я отмечу кармашек со второй стороны. Вот здесь он будет находиться. Длина кармашка будет приблизительно 16 см. Даже немножко длиннее. Сделаем 17 см. Вверху 14 см. То есть от линии изгиба в каждую сторону. Хотя так у фон и фартуки. В принципе, можно сделать его пошире. Ну, где-то сантиметром 18 см. То есть по 9 см в каждую сторону от линии изгиба. Вот так. Я просто приблизительно намечу линии. Мне так будет удобнее. Сам кармашек я вырежу вот из этого уголочка. Складываю его пополам. По вот этой линии. Она как раз осталась. Откладываю 9 см. Остается еще на припуск. И вниз. Сколько я собиралась вниз? 17 см. 17 см. Провожу линию. Закругляю. Нет. Да. С этой стороны. Я его закруглю. Можно оставить квадратным. И полтора сантиметра вверх я отложу для того, чтобы обработать карман. То есть подогнуть. И ровно провела. Здесь уже припуски нужны. Я не буду давать много. Приблизительно 0,7-0,8. До сантиметра. Этого будет достаточно. Я веду от руки. Это уже привычка. Вы можете это сделать под линейку. Мне иногда кажется, что от руки намного легче, чем под линейку. Вот такой кармашек будет. Вот здесь подогнется. И вот так настрочится. По-моему, уже почти красиво. Честно говоря, у меня вот кусок больше метра. Больше. Сейчас измерю. Да, немного больше метра. А точнее, метр пятнадцать. И по идее, в него влезет два фартука. Я второй делать не буду, потому что у меня здесь кусок бракованный. И в принципе, тут экономить особо нечего. Вот. Поэтому я спокойно буду вырезать бейку, так как мне нравится. Но если вы возьмете такой большой кусок, то у вас получится целых два фартука. Итак, для косой бейки нам нужно определить косую линию. Для этого нужно сложить, ну, будем считать, что здесь вот ровная линия, квадрат, создающий квадрат. Вот так вот складываем. Отмечаем линию под 45 градусов. В общем, вот, если здесь провести угол, то вот здесь вот будет 45 градусов. Или по-другому, это будет биссектриса угла. Прямого угла. Косая бейка должна быть довольно длинная, потому что она должна перейти в завязки, которые завязываются и на шее, и сзади, с помощью которых будет завязываться фартук. Если у вас нету таких, такого большого куска и не позволяет сделать такую косую бейку длинной, то есть вы не можете сделать длинную косую бейку, то можно сделать ее из нескольких частей. В моем случае я тоже, наверное, сделаю из нескольких частей. Ширина косой бейки обычно где-то около 3 сантиметров. Если вы не хотите, конечно, широкую, я сделаю 3 сантиметра. Проведу линии и вырежу. Мне понадобится таких, наверное, 4 линии, то есть 4 косые бейки. Итак, фартук я вырезала, кармашек есть. Кусочек джинса я оставила под аппликацию. Он пойдет снизу под бантик, чтобы немножко придать жесткости и форму держала. Вырезала косые бейки, 4 штучки для обработки. И они же будут служить завязками. Из отделочной ткани у меня будет рюшек по фартуку снизу и бантик. На бантик я отрезала кусочек ткани длиной 30 сантиметров. Пока я его откладываю в сторону вместе с джинсом. Из оставшегося кусочка, он длинненький, я его сложила пополам. И отрежу две полосы шириной 8 сантиметров. То есть рюшек у меня будет приблизительно где-то 6,5-7 сантиметров. Плюс на подгибку низа и плюс на то, чтобы пришить его к фартуку. В общем, 8 сантиметров, я думаю, мне хватит. То есть рюшек будет состоять из двух частей. Сейчас я это все вырежу и пойдем шить. Ну что, я перебралась к машинке. На самом деле шьется фартук очень быстро. Дольше, наверное, рассказывать и объяснять. Я уже кое-что сделала. Оборудование у меня промышленное. Я вообще нахожусь на работе. Но на обычной бытовой машинке вы тоже можете замечательно все собрать. Итак, карман я обработала оверлоком. Вверху, потому что он у меня будет подгибаться. Вот так. По краю, для того, чтобы мне было удобно его пришивать. В принципе, вы это можете не делать. Можно, я знаю, там сметывают, ниточки прокладывают, затягивают. Выкладывают вот эти вот все закругления, чтобы они красиво лежали. Но я делаю оверлоком. Под край оверлока замечательно все ложится. То есть кругленький кармашек, вот эти вот все закругления с помощью оверлока замечательно закладываются. Если во время прокладывания строчки вы на оверлоке еще и подтянете ниточку, чтобы немножко стягивало, то карман ляжет вообще замечательно. Не везде этот способ подходит. Конечно, если ткань тонкая, оверлок будет сильно выбивать наверх, давать дополнительное утолщение. Но в данном случае им можно воспользоваться. Итак, сначала нам нужно проложить строчку по верху кармана. У меня машинка и с закрепками, и с обрезками. Но я отключила пока эту функцию, чтобы машинка постоянно не клацала и не мешала. Ну, ниточку она обрезает, но все-таки не клацает. Так, заготовили кармашек. Дальше я беру выкройку фартука, там где нарисован кармашек, выкладываю по центру, совмещаю центр. То есть, складываю кармашек вдвое, совмещаю с центром и выкладываю по верхней линии. Можно зафиксировать, даже удобнее. Чтобы кармашек держался, никуда не ездил. И, конечно, если вам удобно, вы можете наметать. Я этого делать не буду. Начинаем строчить кармашек. То есть, я просто под оверлок, под сам оверлок подгибаю. И выкладываю кармашек. Все очень просто. На самом деле, ничего страшного. Все. Кармашек пришит. Можно пойти сейчас прогладить его. Я сделаю это немножко позже. Убираем булавочки. Рюшек я тоже немножко подготовила. Я соединила две ленты вместе. Сделала оверлок. Вернее, проложила оверлок. Проложила оверлок по низу. У кого нет оверлока, могут подгибать два раза. То есть, один раз подогнуть, потом еще раз подогнуть. И оверлок абсолютно не понадобится. Точно так же можно соединить и этот шов. Но у меня оверлок есть. Поэтому я им воспользуюсь. Для начала я проложу строчку по низу. И дальше продолжим. Итак, я проложила по низу строчку. Дальше я буду формировать складочки. Можно их формировать сразу на изделии. Я сначала прострочу, заложу. А потом уже буду пришивать готовую оборку к фартуку. Можно не закладывать складочки. Можно присобрать. Или на нитку, или с помощью специальной лапки. Но я подумала, что складочки будут лучше. В общем, у меня есть соединение. Это у меня будет центр. Будет пришиваться к центру фартука по низу. И от него я начну делать складочки в разные стороны. То есть, чтобы спрятать вот этот вот шов, первая складочка у меня пойдет вот так. А! Я сделаю здесь по центру встречную складочку. Большую. А дальше у меня пойдут складочки в разные стороны. Я закладываю небольшие, где-то по сантиметру защипы. Я думаю, этого будет достаточно. Ну, вот так. Надеюсь, вам видно. И на каком-то расстоянии, друг от друга, наверное, вот так. Вот так. Приблизительно. Вы, конечно, можете отмерить это все, измерить. Я это делать не буду. Для тех, кто любит точность, вы можете через определенное расстояние сделать меточки, закладывать складки. Я просто так буду делать. Ну, вот готова моя оборочка. Теперь ее можно пришить к фартуку. Для этого я найду серединку. Сложу его пополам. Отмечу серединку. И пришью оборку. Буду пришивать от середины, чтобы вот этот вот шов соединения оборки оказался по центру. В принципе, это не настолько принципиально. Если вас он не смущает, то он может оказаться абсолютно в любом месте фартука. Ну, я хочу так. Пришиваю оборку и делаю оверлок. Выкладываю по контуру. Не натягиваем ленту. Наоборот, я бы сказала, даже немножко посаживаем ее. Особенно в месте, где идет закругление фартука. Фартука. Небольшая слабина есть. И так пришиваем в одну и во вторую сторону. Я пришила рюшик к фартуху. Прошлась обороком. Обработала швы. Сделала строчку на 0,1-0,2 мм. В моем случае 0,1 мм. Для того, чтобы зафиксировать и чтобы оно держалось. Красиво легло. Если нет оверлока, можно обработать косой бейкой. Тоже будет очень аккуратно и хорошо смотреться. Мне уже очень нравится. И нужно теперь сделать... Обработать косой бейкой. Да, еще перед обработкой косой бейкой нужно закрыть вот этот верхний шов. Вот здесь. Я его обработаю точно так же, как кармашек. То есть сделаю оверлок и подогну. Так как я дальше буду вышивать, то лишняя толщина мне здесь ни к чему. Дальше. Для обработки косой бейкой нам нужно... Вернее, мне нужно соединить две косые бейки вместе. Для этого я беру две косые бейки. Складываю их друг с другом перпендикулярно. Выравниваю срез у бейки, чтобы он был ровный. Складываю их лицом к лицу перпендикулярно. То есть вот здесь должен быть прямой угол. И строчу от уголочка к уголочку. Вот так. Желательно это сделать меленькой строчкой. И если это делать мелкой строчкой, то закрепки можно не давать. Но я сделаю маленькую. Отрезаем лишнее. Оставляю где-то миллиметра три. Я думаю, будет достаточно. Можно разгладить. Шовчик. Можно не разглаживать, если ткань тоненькая. И получается у нас вот такая вот целая косая бейка. Итак, начинаем пришивать бейку. Если у вас есть специальная улитка для пришивания бейки, вы, конечно, можете воспользоваться улиткой. У меня есть улитка, но я покажу, как это сделать без нее. Я отметила здесь 45 сантиметров. Это приблизительно на шлевочку, чтобы завязывать на шее нужной вам длины. Я оставила 45 сантиметров. Если будут висеть там хвостики, в принципе, они не помешают. И от этой метки начинаю строчить. Я люблю сначала начинать с изнанки и закрывать по лицу, чтобы видеть, что я правильно все закрываю и строчка ляжет нормально. Начинаю от этой меточки и на лапку даю строчку по периметру среза необработанного. Слегка бейку подтягиваю, не сильно, но и слабо не оставляю, потому что потом она некрасиво ляжет, ляжет волной. Поэтому слегка ее надо обязательно подтягивать. Строчу на ширину лапки, где-то 0,5 сантиметров у меня лапка. Перехожу на рюшек и делаю закрепочку. Теперь нужно отмерить длину шнурочка, который останется для того, чтобы завязывать. Если вы любите так, чтобы завязывалось и спереди, то есть уходил наперед поясочек, то можно оставить подлиннее. Если вам хватает завязать просто его сзади, то оставьте той длины, которая вам нужна, сантиметров 50. Я думаю, будет достаточно. Но я сделаю подлиннее. Вдруг я захочу наперед перекинуть. И дальше я смотрю, чтобы фартук лежал у меня вот так лицом вверх. Перехожу к бейке, к краю и начинаю заворачивать. Складываю вот так вдвое, опять вдвое и буду строчить. Делаю закрепку. Здесь немного отрежу, у меня сильно длинная веревочка. И продолжаю строчить. Сворачиваю сразу раз, потом сверху, соединяю и даю строчку. Специальное устройство, конечно, облегчает эту задачу значительно. Но так тоже неплохо получается. Если у вас нет устройства для бейки и так у вас не получается, то вы можете наметать. и получится красота. Итак, я дошла до фартука и дальше все немножко проще. За счет шва здесь прекрасно все ложится в бейку, а сверху я просто подворачиваю. подворачиваю так, чтобы ткань немножечко находила на строчку. То есть, когда я проложу сверху строчку, то ткань зафиксируется и нижнюю вот эту вот строчку видно не будет. Главное, не перетягивайте сильно туда, потому что вот эта верхняя строчка здесь ляжет в стороне, будет не очень красиво. Ну, в принципе, так тоже замечательно ложится. Когда проложится строчка и вы это прогладите, то будет все замечательно. А я пока закончу. Я дошла до второй стороны фартука и здесь я не заканчиваю, а дальше продолжаю, как и в самом начале. И получается, что я перехожу сразу в завязку, которая будет завязываться на шее. Продолжаю строчить до конца ленты. С изнанки получается вот так. Довольно-таки неплохо. Вторую сторону нужно померить ленточку. То есть я ее буду начинать от рюшка, поэтому нужно померить длину с этой стороны. Дать ее немножко с запасом, чтобы вам было удобно начать. Сделать пометочку мылом и вторую сторону начинаем от этой пометочки. И дальше все так же. То есть я начинаю с изнанки, дохожу до конца, потом переворачиваю и строчу точно так же. Итак, я обработала косой бейкой края фартука. Дальше мне осталось завязать узелочки на концах ленточек. Обыкновенные узелочки завязываю, хорошо затягиваю и лишнее обрезаю. и вот такие вот узелочки на концах у меня получаются. То есть она не будет разлазиться, не надо делать закрепки, закреплять, ну и довольно-таки хорошо смотрится. Дальше я поглажу фартук. У кого нет вышивалки, может обработать подобной лентой и вверх фартука, пустить рюшек или вверх. Ну вот так приблизительно. Мне кажется, тоже будет очень хорошо. А у меня есть вышивалка, поэтому я приступаю к вышивке. Я перебралась к вышивальной машине. Дизайн уже в машинке. В пальцах вышивальный флизелин. Вышился первый контур дизайна, по которому я буду выкладывать фартуки ткань. Фартук я прогладила. И дальше осталось самое легкое для тех, у кого есть вышивалка, это вышить обычную аппликацию. У кого нет вышивальной машины, может украсить верх фартука так, как ему нравится. Выкладываем фартук на таком уровне, который нравится вам. Я выложу так, чтобы вот эта предполагаемая завязочка была немножко ниже шва. Проверю, чтобы завязочки не смотрели вот так в стороны, а шли вверх, то есть к предполагаемой шее. Сверху закреплю отделочную ткань точно так же, но снизу зафиксирую джинс. Все это натяну булавочками и отправлю вышивать. Хочу еще показать, вот так я зафиксировала по всему периметру ткань, зафиксировала ее булавками. Обязательно нужно смотреть, чтобы булавки не попадали в пределы контура вышивки. Вот так с изнанки зафиксировано. И еще очень важный момент, если вы будете что-то подобное вышивать, обязательно смотрите, чтобы были зафиксированы разные веревочки, ленточки, когда вы что-то вышиваете с этим, потому что может зацепиться за лапку и испортить всю вышивку. Не говоря о том, что уже просто элементарно можно его застрочить случайно, лучше этого не делать, а предусмотреть все заранее. Ну все, отправляю вышивку в машинку, вышьется еще раз фиксирующий контур, после этого неудобно, камера мешает немножко, после того, как вышьется следующая строчка, вышьется зигзаг, после зигзага нужно будет удалить всю ткань, причем очень аккуратно. Я на этом моменте еще остановлюсь. нажимаем старт. Итак, вышилась уже строчка зигзаг, вот такой бантик получается. Я уже частично обрезала лишнюю ткань и здесь нужно следить обязательно, чтобы случайно не зацепить ножницами и тем более, чтобы не обрезать те участки и те шлевочки, которые должны остаться. Осталось самая малость обрезать еще вот это вот снизу с изнанки это выглядит вот так уже красиво. Так что я дальше уберу лишнюю ткань, обрежу ее по контуру и отправлю вышивать гладевой валик. Итак, вышивка закончена. Вот такая красота у меня получилась. Потрясающий бантик. Я уже убрала некоторые булавочки. Вот так выглядит с изнанки. Изнанку я еще не чистила. Сейчас поудаляю ненужные все ниточки. Сниму эту красоту с пялец, проглажу все, приведу в порядок и покажу. Готов мой фартук. Я его отгладила. Результатом очень довольна. мне очень нравится сочетание джинса с тканью со звездочками. Смотрится по-моему очень гармонично. Я внесла некоторые изменения в кармашек. Изначально у меня был кармашек длиной 17 см а шириной 18 см. После примерки мне он показался чересчур маленький. Он какой-то на фоне фартука всего смотрелся как миниатюрный. И я решила его заменить на кармашек побольше. Он у меня стал длиной 18 см. а шириной 24 см. То есть вот это первый кармашек а это который я заменила. Вот такая вот разница. Во всяком случае теперь тут хоть телефон поместится. Надеюсь видео вам было полезным. Оставляйте комментарии обязательно. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайк. Всем пока! Продолжение следует...